Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Бытия. Сегодня мы будем читать 11 главу книги Бытия по тексту Септуагинты в переводе Павла Юнгерова. В наших беседах на книгу Бытия мы уже использовали Геннадьевскую Библию 1499 года. Мы будем использовать разные другие древние своды библейских текстов для того, чтобы оживить наше повествование. Итак, мы читаем 11 главу книги Бытия с 1 стиха и ниже. «И были на всей земле один язык и одно наречие у всех народов». По-славянски наречие звучит как «устне», то есть «один язык», «одни уста». Надо сказать, что преступления строителей Вавилонской башни значительно более страшные, чем те преступления, которые совершали люди до потопа. Однако поколение построения Вавилонской башни Господь не уничтожает, а только рассеивает. Почему? Потому что они были единодушны, а Богу угодно, когда между людьми нету раздоров. Такую точку зрения высказывают древние экзегеты. Даже о Понтия Пилате и о Ироде говорится в Евангелиях, что они помирились в тот день, когда передавали друг другу для допроса Христа. То есть мир даже на таких нечестивых людей, как Ирод и Пилат, проистекает от Бога. Хотя их единодушие было преступным, но Богу угоден мир, единодушие. И поэтому поколение Вавилонской башни не пострадало так сильно, как поколение живших до потопа. «И были на всей земле один язык и одно наречие у всех народов, когда они, то есть народы, упоминаемые в 10 главе книги Бытия, пошли с востока, нашли поле в земле Синаарской и поселились там». То есть они обосновываются на Синаарской равнине. «И сказали люди друг другу, по-славянски человек ближнему своему». Славянский текст опять подчеркивает их единодушие, «Они были ближними по отношению друг ко другу». «И сказали люди друг другу, идите, наделаем кирпичи и обожжем их на огне, и стали у них кирпичи вместо камней, а смола вместо глины». По-гречески это слово «глина» буквально грязь, грязь, которая под ногами. «И сказали, идите, построим себе город и башню, верх которой будет даже до неба, и создадим себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Почему они строят башню высотою даже до неба? Это связано с тем, что люди помнили, что когда был водный потоп, то вода поднялась даже до неба, закрыв самые высокие горы. А зачем им башня? Они хотели грешить. Но у них был страх, что Бог может наслать потоп, очередной потоп на землю, и они решили построить башню высотой до неба. Если Бог опять пошлет потоп, они спрячутся от Божьего гнева в этой башне. То есть эта башня была неким бомбоубежищем от Бога. Они не решались расстаться со своим греховным образом жизни, и они не хотели расстаться со своей жизнью, поэтому они нашли для себя такой компромисс. Это был вызов Творцу, вызов Богу, Создателю всяческого. И давайте посмотрим, что об этом нам говорят древние отцы. Так святитель Иоанн Златоуст, это его гамилья на книгу Бытия, пишет, «Смотри, как человеческая природа не любит оставаться в своих границах, но всегда ищет большего и стремится к высшему. Это-то особенно и губит людей, что они не хотят знать границ своей природы, но всегда желают большего и мечтают о том, что выше их. От того-то пристрастившись мирским благом, даже и тогда, когда обладают великим богатством и властью, как бы забыв свою природу, усиливаются подняться все выше и выше». Так вспоминаешь слова советской песни «все выше и выше и выше». Златоуст продолжает «Усиливаются подняться все выше и выше до тех пор, пока не незринутся в самую бездну, как и советский режим, который стремился все выше и выше и выше, незринутся в историческое небытие». Златоуст продолжает «Это, как мы видим, случается каждый день, то есть и в других поколениях нечестивых. И однако ж прочие этим не вразумляются. А если на малое время и удерживаются, то скоро, забыв все, опять идут той же дорогой и падают в ту же бездну». То же случилось теперь и с этими людьми. Двинувшись с востока, они нашли в земле сенаар, равнину и поселились там. Смотри, как Писание, мало-помалу, открывает нам непостоянство их воли. Так как, говорит, они увидели равнину, то оставив прежнее место обитания, перешли и поселились там. А лидером этих людей, которые строили башню, был известный Исполин Немрот, который был первый царь и правитель на земле над целой конфедерацией народов и земель. Надо прямо сказать, что отношение к личности Немрота очень разное, даже у древних отцов. Хотя в понимании большей части отцов Немрот, как вдохновитель построения Вавилонской башни, это же, конечно, прообраз Антихриста. Вспомните, как выглядит Европарламент. Он выглядит, как Вавилонская башня в ее построении с этими бесовскими зекуратами с попыткой достичь небес и защититься от Божьего гнева, бросив вызов Создателю. Сейчас осуществляется легализация всех грехов, пороков и беззаконий, даже самых низменных. И если верующий человек стыдится в самом себе даже греховной мысли или, не дай Бог, греха, в который он впал, то современный мир это чувство стыда не испытывает. как сказано в Писании о людях падших, что они как садомляне о своих грехах говорят открыто, грех становится для них некой нормой. строители Вавилонской башни, как и создатели современного Евросоюза, они бросают вызов Богу. И политические исполины, продолжатели дела Немрода, чувствуют себя сверх людьми по отношению к другому человечеству. Блажен Августин пишет, что строители башни прежде всего пренебрегли самим Богом. И они хотят сделать себе имя, прежде чем они рассеются по лицу всей земли, оставить некий памятник, вызов последующим поколениям. И далее мы читаем, «И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие». Здесь немножко непонятен вот этот антропоморфизм, зачем Богу надо сходить, чтобы посмотреть, ведь Бог вездесущ и всезнающий. Этими словами Священное Писание действием Духа Святаго научает нас ничему не доверять по слуху на основании сплетни, а если что-то достигает наших ушей, прийти самим и посмотреть. Также поведет себя Бог накануне уничтожения Содома и Гоморры. В Писании сказано, Господь сошел, чтобы посмотреть, правильный или тот вопль Содомский и Гоморрский, который возводится на жителей двух городов Содома и Гоморы. Таким образом, Бог научает нас через свое слово не принимать на веру никакой слух, пока в чем-либо мы не убедимся сами. Ну и, конечно же, неприлично для христианина быть переносчиком разных слухов. И сошел Господь посмотреть город и башню и ниже, 6 стих, и сказал Господь, вот род один и один язык у всех, здесь как бы похвала этим людям, они единодушны, и посему это начали делать, но их единодушие не во славу Бога. И посему это начали делать, и ныне не остановится ни одно дело, по-славянски, не оскудеют от них, то есть от тех дел, которые они совершают, какое они захотят совершить, переводит Павел Юнгеров. идите и сошедшие Господь обращается к ангелам, смешаем там их язык, так, чтобы не понимал каждый голоса Брижнего своего. Надо сказать, что энтузиазм строителей Вавилонской башни был фантастическим энтузиазмом, он может быть сравним с первыми социалистическими пятилетками, с их индустриализацией и бесконечным строительством. Он может быть сравним с тем, как строители Третьего Рейха, с каким энтузиазмом весь народ подчинился власти антихриста Адольфа Гитлера, как они преклонялись перед ним. Но и Сталин и Гитлер это только предтечи грядущего антихриста. И сейчас появляются новые политики, на которых люди возлагают свои упования, несмотря ни на что, несмотря и на то, что в Боговдухновенной псалтыре сказано «Не надейся на князя, на сына человеческого, в них нету спасения». И в Библии со всей категоричностью говорится «Перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его». Но строители башни надеются на немрода, они надеются на себя, они работали как муравейник, им надо было построить эту башню. И если вдруг срывался человек и насмерть разбивался, они так не расстраивались, как если падал кирпич и разбивался, потому что их задача построить башню. А кто такие для них люди? Кирпичики в сооружении этого грандиозного здания типа Третьего Рейха, Евросоюза, Вавилонской башни или чего-то еще. Любая подобная стройка это прежде всего долгострой, это прежде всего расхищение бюджета, но особенно страшен энтузиазм этих людей. И хотя Богу угодно единство, но их единство было не во благе, оно было во зле. И Господь принимает решение смешать там их языки, так, чтобы не понимал каждый голоса ближнего своего. И что происходит далее? И рассеял их Господь оттут по лицу всей земли, и пристали они строить город и башню. Они заговорили на разных языках. есть предание о том, что 72 ангела сошли и поменяли языки этих людей, они говорили на одном языке, а заговорили на 72 языках, сколько и было народов, как они описаны в предшествующих главах книги Ботия. И человек просил, чтобы ему дали воду, а ему дают глину, кто-то просит кирпич, а ему приносят воду. Они перестали понимать друг друга, ибо их единство, их соборность являлась ложной соборностью, и все это было ложное единство. Господь смешал их языки. Человечество теперь разделится на 70 языков, 70 народов, чтобы в рамках каждого отдельно взятого народа научиться доброму отношению к людям. Бог создал таким образом разные национальности. Нация, как и семья, в которой рождается человек, это школа любви. И тот человек, который любит свою семью, любит свой народ, народ, он может созреть до доброго отношения к любой другой семье, к любому другому народу. Семья, нация и, прежде всего, церковь, это великие школы любви. Если здесь он не научится подлинной любви, он уже нигде ей не научится. То есть люди должны будут прийти к единству и взаимопонимания через обретение сердечного чувства в Боге и с Богом по отношению к ближним. И это происходит в день Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сходит на апостолов, и они единодушно заговорили об одном и том же на разных языках. То есть подлинное единство возможно только действием Духа Святаго через Церковь Христа Иисуса, его Экклесию, Церковь как собрание верных. И если вавилонский вызов Богу рассеивает человечество, как и последний всемирный Вавилон во Дне Антихриста, он будет рассеян Божьим гневом, то церковное единство, которое совершается осуществляется по образу единства лиц Святой Троицы, как Христос сам говорит, будьте едины, как я един с Отцом, оно, начавшись в этой жизни, не прекратится уже никогда. Экклесия как собрание, как церковь, как подлинное единение. «И рассеял их Господь оттуда по лицу всей земли, и перестали строить город и башню, посему и наречено имя его смешения». И сейчас вы видите вот эти красивые иллюстрации из лицевого свода XVI века, где мы видим и возникновение разных народов, здесь они, вот эти люди, числом 72, и уничтожение самой Вавилонской башни. Посему и наречено имя его смешения по-еврейски Бавель, то есть Вавилон. «Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по лицу всей земли, вот родословие Сима, Сим был 100 лет, когда родил Арфаксада во второй год после потопа, и жил Сим после рождения им Арфаксата 500 лет, и родил сынов и дочерей, и умер, и жил Арфаксат 135 лет, и родил Каинана, и жил Арфаксат после рождения им Каинана 330 лет, и родил сынов и дочерей, и умер, и жил Каинан 130 лет, и родил Салу, и жил Каинан после рождения им Салы 330 лет, и родил сынов и дочерей, и умер, и жил Сала 130 лет, и родил Эвера, и жил Сала после рождения им Эвера 330 лет, и родил сынов и дочерей, и умер. И жил Эвер. Эвер – это человек, который самим своим именем сообщает наименование еврейской нации. И жил Эвер 134 года, и родил Фалека. И жил Эвер после рождения Фалека 370 лет, и родил сынов и дочерей, и умер. И жил Фалек 130 лет, и родил Рогава. И жил Фалек после рождения Рогава 209 лет, и родил сынов и дочерей, и умер. И так продолжается до Серуха и Нахора, о котором сказано в 24 стихе. И жил Нахор 79 лет, и родил Фару. Фара – это отец патриарха Авраама. И жил Нахор после рождения Фары 129 лет, и родил сынов и дочерей, и умер. И жил Фара 70 лет, и родил Авраама, и Нахора, и Арана, и Аран же родил Лота. И умер Аран пред Фарою, отцом своим, в земле, в которой родился в стране Хананской. Существует предание, что Аран был сожжен идолопоклонниками. Он погибает в Уре Халдейском, а само это наименование Ур Халдейский может быть переведено как «Халдейский огонь». И существует очень древнее предание о том, что Аран восстал против идолопоклонства своего отца Фары, против идолопоклонства Немрода и той системы, в которой они существовали, живя в Месопотамии. И они вынуждены были оставить Месопотамию, правда, уже без Арана. И семейство Фары двинулось подальше от конфедерации городов, подчиненных Немроду. И взяли Авраам и Нахор себе жен, имя жене Авраама – Сара, а имя жене Нахора – Мелха, дочь Арана. Он есть отец Мелхи и отец Исхи. Сара была неплодной и не рождала детей. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, то есть погибшего Арана, сына своего, и Сару, сноху свою, жену Авраама, сына своего, и вывел их из земли Халдейской, это бегство из Месопотамии, чтобы идти в землю Ханаанскую, и дошли даже до Харана и поселились там». То есть они были вынуждены покинуть Месопотамию, царство Немрода по преданию. «И было всех дней жизни Фары в земле Ханаанской 205 лет, и умер Фара в Харане». Это у нас окончание уже этой главы. И следующая глава, если мы будем живы, Господь позволит, это будет 12 глава, где мы опять же вернемся к тем событиям, которые обсуждали сегодня, но это в другой раз. Субтитры делал DimaTorzok